Первым объектом, который обсудили на заседании градостроительного совета, стал жилой комплекс на Субсехском шоссе. В прошлом году застройщик получил разрешение на увеличение этажности двух корпусов. Общее количество квартир в данных секциях увеличилось с 256 до 504. Количество машин и мест увеличилось в соответствии с требованиями, действующими на момент выдачи градоплана, а именно с 275 машин и мест до 454, то есть на 159 машин и мест. В итоге на весь комплекс на 2600 квартир предусмотрено всего 500 парковок. По ныне действующим нормам этого явно мало. Совет принял решение заслушать самого застройщика, как он намерен решать проблему нехватки общественных и парковочных мест. Отдельного разговора заслужила ситуация с парковками возле двух других объектов. Гостиниц на Пионерском проспекте и на Золотом берегу. Их застройщикам также предложат искать приемлемые варианты. На этом же заседании градостроительный совет рассмотрел еще один важный вопрос – вырубку можжевелового леса в Сукку. Общественникам стало известно, что краснокнижное растение уничтожается на участках, переданных под индивидуальное строительство в бывших землях сельхозназначения. В свое время, когда эти участки были раздельны и продавались под ИЖС, в общем-то, никто не удосужился изучить наличие там растительности, ее определить, ее ценность и наложить какие-то ограничения. Мэр Анапы дал поручение подключить к решению этого вопроса правоохранительные органы и прокуратуру, а если понадобятся и краевые ведомства. Еще одним пунктом повестки дня стало обсуждение эстетики строящихся объектов. Как сообщили специалисты мэрии, сейчас идет подготовка изменений в правила благоустройства и разработка нового дизайн-кода единого архитектурного облика курорта. В перспективе Анапа вполне может получить статус зоны с особыми условиями использования территорий. Это позволит создать экспертную комиссию, которая будет оценивать проекты новых сооружений с эстетической точки зрения. Никита Бойко, Алексей Девейкин, Михаил Попов, Анапа.Регион.